эта программа будет называться мы ищем работу то есть мы ищем работали работа ищет нас ну и надо начать такого ну такого простенького анекдота когда известный певец встречает своего друга ну и тут у него спрашивает ну как дела он говорит да вот пою он говорит это я знаю а где ты работаешь вот это то что такое все таки работа и у нас на связи главный редактор портала интернет радио сангейтс ярослав беклемишев ярослав здравствуйте здравствуйте михаил да мы с вами общаемся города побратимы так скажем чикаго нью-йорк у нас была прошлая программа позапрошлая программа посвящена еще одному городу побратиму городу минска поскольку мы оба из минска ярослав как вы думаете кто должен искать кого работа нас или мы работаем вы знаете раз уж начались анекдоты то наверное тоже продолжу еще один еще одним анекдотом который может быть достаточно бородатый но тем не менее он как бы очень точно ложится в нашу тему когда друг встречает друга на улице и говорит ну как ты живешь что ты делаешь да вот ничего работаю в цирке в цирке говорит ой слушай а почему от тебя так дурно пахнет говорит да понимаю чем дело там есть слон в цирке и вот за ним постоянно лопаты и нужно убирать все то что наваляет как бы и вот я вот этим вот занимаюсь он говорит ну слушай ты бы все таки присмотрел какую-то другую работу постарался бы себя реализовать в другом деле каком-то он говорит ну что ты кто же так просто уходит из шоу-бизнеса вот это вот это примерно то же самое кто же так просто уходит из шоу-бизнеса вообще любая работа и любое занятие в жизни это такой определенный шоу-бизнес который мы создаем сами для себя но у нас есть поговорка любая работа почетно знаете безопасный любой труд почет Texas но ко мне по моему это розу таки создавали марксисты вместе с поговорки насчет незаменимых людей у нас нет вниз с линистами с ленистами да сказал что не заменимая люди они все таки есть и когда человек находится на своем месте и он становится незаменимым это очень хорошее дело но иногда скорее всего вот по нашему убеждению и по по-вашему тоже, человек прежде всего незаменим сам для себя. И вот эту незаменимость ему уже никто не заменит, потому что он оригинальный организм, он оригинальный мозг, он оригинальный концентратор своих собственных идей. И человеку можно заменить в принципе все. Можно заменить еду на суррогат, можно заменить продукты на генно-модифицированные продукты, можно все сделать. Но сам себя в области работы он не заменит практически никогда. Подмены здесь нет. И вот в этом плане человек незаменим. Да, ну я хочу сделать небольшую еще ремарку. Тут еще есть один такой небольшой, хотя бы я сказал, очень большой нюанс. Я о чем? То есть я о том, что когда-то в древние века, ну до этих доисторических людей, до этих мамонтов были века, оказывается там люди жили. И вот эти люди, они знали. Ну, их называли там ведические люди, допустим. Так вот, было время, когда на Земле все люди, они знали свое, то, что называется на санскрите, дхарма, эйч, дхарма по-русски. И в соответствии со своим, то, что сегодня называют у нас purpose of life по-английски, цель жизни по-русски, это то, что человек должен знать и в отношении чего он должен, в общем-то, предпринимать попытки своей трудовой деятельности. Ну, к примеру, дайте власть рабочим и крестьянам. Знаем мы этот лозунг, там примерно сколько это уже прошло, больше ста лет. Так вот, что из этого получилось? Ну, получилось то, что получилось. То есть предназначение своего, как правило, мало кто знает, поэтому люди, те, которые могли бы заниматься со всеми другими вещами, они занимаются там копательством, пахательством, кованием, чего-то такого. Ну, и вот я, допустим, путешествуя в Индию для себя, как бы этот вопрос решил, поскольку мне там сообщили. Я принял так, что они вот знают лучше, ну, вот мне сказали. Поэтому мне, я считаю, опять же, повезло. Как вы думаете, человек должен быть на своем месте или, опять же, любая работа у нас почетна и деньги не пахнут или все-таки по-другому? Но понимаете, в чем дело? Начнем с того, что с властью рабочих и крестьян на самом деле тоже не очень-то получилось, потому что может быть какое-то определенное представление и было о приходе вот именно этого класса к власти. Но тем не менее этот класс, если обратите внимание на статистику, особенно 20-х годов, особенно вот такого периода с рождения НЭПа, когда уже прошли все восстания, прошла гражданская война, это совершенно безумный рост бюрократии, совершенно невероятный. Такого не было ни при царской России, такого не было ни при Петре I, при котором бюрократия тоже очень активно росла за счет приезжающих из стран Европы в основном. Это потом аукнулось при Анне Иоанновне, если уж говорить. Но тем не менее, вот этот совершенно невероятный рост советской бюрократии, это и были те рабочие и крестьяне, которые вернулись с фронтов гражданской войны и захотели жить. Если уж Лариса Рейснер принимала ванны из шампанского и говорила, а не для себя ли мы делали эту революцию, то, видимо, делали эту революцию для себя. Порядка двухмиллионного штата набрано вот в такие вот именно в государственные структуры как бы на горб всем остальным рабочим и крестьянам только за 20-21 год. Такого аппарата на самом деле царская Россия никогда не видела. Вот это вот и есть то, когда власть берут те люди, которые именно так себе представляют свою работу. В чем их работа заключалась, я до сих пор не знаю. Там Маяковский пытался писать какие-то стихи о них, но его тоже быстро усадили на свое место и далее он уже писать об этом ничего не мог, потому что, если обратить внимание, кстати, на стихи Маяковского там 20-х годов, начало 20-х годов, где он клеймит бюрократию позором, а потом обратить внимание на его уже более поздние стихи, там 27-й, 28-й, 29-й, перед тем, как он застрелился, об этом уже речи не идет, ни о какой бюрократии он уже не вспоминает. Парня поставили на место. Вот такая вот власть получается.